Ну и всем привет, я продолжаю проходить игру песни Сайи Психоз. Я-то сохранился я очень перед выбором новым, очень важным. Я думаю, он повлияет на события. Так что начнём. Вот у нас выбор. Пойти на поиск профессора одному, но один не пойдёт, это я знаю. И взять с собой. Я не знаю, что я вот это вот выберу, взять с собой. Ох, так что начнём. Похоже, одному оставлять тебя здесь будет опасно. Но что мне делать? Разве я могу взять тебя с собой? Тебя же заметят. Хи-хи-хи. Так значит, только в этом дело, не волнуйся, Фуминой, меня никто не увидит. Что ты задумала? Похоже, ты задумал не пропустить непростую поездку, ведь так? Да, по правде говоря, если вдруг профессора там не будет, то я планировал воспользоваться шансом и избавиться от одного из свидетелей. Хм, вот значит как. Тогда, после того, как ты с ним расправишься, я помогу тебе в поисках моего отца. О чём это ты? Разве при таком раскладе это не значит, что профессора Аюгая там не будет? Ну, у меня тоже появились кое-какие идеи, я расскажу тебе о них позже. Так. Разве это не опасно? Как ты планируешь попасть туда незаметно? Хи-хи. А это секрет. Саймё улыбнулась. В ответ на моё удивление. Похоже, у неё был план. И я не мог гнерить его. И ты на гораздо умнее, чем кажется на первый взгляд. Просто делай то, что планировал. Об остальном я позабочусь. Как скажешь. Счастливые мы лежали в обнимку и продолжали разговаривать на завтрашнем завтра треке. В делах, которые ещё предстоит сделать. Незаметно в моё сознание я начал покрадываться сон. И я стал заспать. В крепких объятиях сайи. В глазах потемнело. И я прогрузился в сладкий мир сновидений. Сегодня все занятия Коджи были утром. По пути в кафе, где он собирался встретить Сукубе, после окончания лекции, у Коджи внезап назад звонил телефон. Недолго думая, он снял с пояса свой новый мобильник. С камерой, но выругавшись, понял, что сигнал идёт от его старого телефона в сумке. Он купил телефон с камерой, чтобы понять, из-за чего столько шумихи. Да и слухи оказались справдивы. Он был очень удобен в использовании. Но в конечном итоге Коджи не смог отказаться и от своего старого телефона, так что носил их оба с собой. Он ещё не перенёс свой контакт-лист на новый телефон. И звонки по-прежнему поступали на старый номер от людей, которые не знали нового. Когда он наконец доставил телефон из сумки, по его спине пробежал холод от имени, что он увидел на экране. Фуминои. Почему сейчас? Чего он хочет? Теперь... Теперь Коджи уже не радовался звонку Фуминои, так как все надежды на подобную возможность он уже давно отмёл. Да? Привет, Коджи. У тебя уже закончились занятия сегодня? Ну да. Разумеется, Фуминои знал, что по четвергам после полудня Коджи свободен. Я хотел бы поговорить с тобой. Мы можем встретиться у стоянки. Сейчас? Да, прямо сейчас. Я жду тебя, Коджи. Фуминои отключился и сказал больше не слова. Что на него нашло? Чего он хочет? Задумался Коджи, засовывая свой телефон в карман куртки. Эти неожиданные изменения тревожили, учитывая то, что Фуминои целую неделю всячески пытался избегать его иё. Может быть, он готов поговорить наконец? В таком случае Коджи должен расценивать этот как добру весть. Однако, он всё ещё не может делаться от дурного предчувствия. Так, кстати, вот интересно, как на этот раз упадёт. Либо так же может как раз пойти в Сильбо? Уже по другому пути пойти. Я заставил тебя ждать? Нет. На стоянке Коджи нашёл Фуминои, обокатившегося на машину Коджи. Это первый раз, когда он видел Фуминои после той ночи в Сальнисеном доме. Они давно не разговаривали, так близко как сейчас. И, наверное, именно поэтому Коджи почувствовал что-то странное в лице Фуминои. Он не был точно уверен, но что-то определённо изменилось. Кажется, я раньше говорил тебе, что разыскиваю информацию о человеке по имени Аюгай. Да, я слышал. Это оказалось труднее, чем я думал. Похоже, одному мне совсем не нравится. Фуминои выглядел более расслабленным, чем раньше. Обычно он всё время был напряжён, словно боялся чего-то. Сейчас он выглядел спокойным. На лице даже была мягкая улыбка. Так что мне нужна твоя помощь, Коджи. Тем не менее, что-то подсказывало Коджи, что изменение Фуминои совсем не к лучшему. А с чего вдруг такая внезапная смена настроения? Коджи по-прежнему сранял нейтральное выражение, лица скрывая своё подозрение. Но тебе ведь тоже интересно, не так ли? Спокойно отлетел Фуминои. Его загадочная рука, как обычно, не отражала ни намёка на его настоящие чувства. Ты же осматривал дом профессора Эграя после того, как я ушёл. Итак, мы потеряем кучу времени, ища его по отдельности. Не проще ли будет объединить наши усилия? Хм. Почему? Почему всё выглядит так, словно за его улыбкой кроется злой умысел? В любом случае, сегодня мне нужна твоя машина. Не подбросишь? Ну, ладно. Машина Фуминои была разбита в автораварии, так что Коджи не удивляла, что ему понадобился транспорт. Коджи открыл свой аккорд, дал сигнал Фуминои садиться на поджиджевское место, затем сам сел на место водителя. Итак, куда мы едем? Север, Тачиги, около холмов Насу. Тачиги? Даже Коджи не смог скрыть своё удивление. Вот адрес, сказал Фуминои, передавая Коджи фото с адресом. Я хочу найти это здание. Вместо того, чтобы рассердиться на Фуминои, Коджи выпоражён. Дело серьёзностью вот так просто. Направиться надо за сотни километров от города. Ну да. Так, я же по-моему по-другому сделал выбор. Что он типа с этой садей пойдёт вместе. Или нет? Короче, Блокар все идёт как в оригинальной выборе. Всё как в оригинальной, короче. Если мы отправимся сейчас, то будем там только к вечеру, не так ли? Да, наверное. Тяжело вздохнув, Коджи зовёт машину и надавил на педаль газа. Ему нужно успокоиться и наконец приступить к делу. Теперь, когда он зашёл так далеко, ему оставалось лишь наблюдать за безумством своего друга до конца. Это дача или что-то вроде того? Наверное. Профессор Эйугай должен быть там. Коджи не грел желанием встретиться с владельцем странного дома, который мог оказаться маньяком или каким-нибудь издвинутым учёным. А ведь он определённо был ненормальным, но ещё меньше он хотел отпускать Фуминой одного. Но что если дурное предчувствие не обманывает его? И с ними может случиться что-то ужасное. Но уже было поздно останавливаться. Похоже, Коджи осталось лишь усмехаться над дождущей их опасностью и двигаться дальше, несмотря ни на что. Всё-таки больше всего Коджи беспокоил сам Фуминой и опасения насчёт возможной причастности Фуминой к исчезновению Аюми. Всё чаще приходили ему в голову, хотя он и не хотел верить в это. Так-с, ладно. Так-с. Решая не думать об этом, Коджи продолжил следить за дорогой. Скорее всего, мы не сможем вернуться засветло. Ну, извини. Да ничего. Коджи выехал за стоянки, так и оставив многие свои вопросы невысказанными. Ему не хотелось задавать их прямо сейчас, как будто он просто опасался какой-нибудь выходки Фуминой, хотя и пытался увидеть себя, что его друг не желает ему зла, наверное. Улыбка Фуминой выглядела как-то неправильно, как, собственно, и вся эта маска эмоций, что была одета сейчас на его лице. Когда-то ранее. Так, это уже новая неизвестка. Ты пришла, а я уже заждалась тебя. Больше не заставляй меня беспокоиться о тебе. Ну и как чувствует себя наш пациент? Правда? Значит, этот инцидент на Дамбе сильно повлиял на его рассудок. И что, лечение помогло? Какая жалость. Ещё один неудачник. Но тебе не стоит огорчаться. Сегодня я понавещал нашего любимчика. Похоже, его состояние держится в видеостабильного, что уже даёт больше надежды на его дальнейшее будущее. Но похоже, что только время даст ответ на этот вопрос. И ещё кое-что. Я хотел спросить у тебя про животное, которое ты вечно таскаешь с собой. Если не ошибаюсь, его зовут Аюгай. Ты правда хочешь так поступить с ним? Да, я понимаю. Тогда я навещу его сегодня после работы. Уже совсем скоро наше мечество сбудется. И да, спи насчёт этого неудачника. Раз опыт провалился, я не хочу держать у себя мусор. Поэтому избавься от него. Ты знаешь, что делать. Но сперва приведи его в чувство. Я хочу расспросить его кое о чём. Я рад, что ты проснулся. Ты пролежал трое суток без сознания. Как ты себя чувствуешь? Что здесь происходит? Где я? Ты в нашем госпитале. Теперь всё в порядке. Ты можешь рассказать, что с тобой случилось? Я работал вместе с остальными над строительством дамбы. Как вдруг все остальные погибли. Ты помнишь подробности случившегося? Очень смутно. Была глубокая ночь, как с нами начали происходить. Странные вещи. Люди начали сходить с ума. И стали убивать друг друга. Как будто у них что-то вселилось. У вас есть какие-то предложения? Может, произошло что-то ещё? Да, и перед тем, как они потеряли рассудок, были случаи с исчезновением сотрудников дамбы. Под вечер, хотя и на утро, они возвращались, как ни в чём не бывало. Что именно случилось в ту роковую ночь? Все люди просто превратились в машину для убийства. Себеподобных. Себеподобных. Как будто они возненавидели всё человечество и хотели попусту избавиться от него. Но почему вы так решили? У вас есть причина помогать, что они убивали друг друга только из-за ненависти к своему виду? Да, потому что именно я перебил их всех. Я был одним из тех, кто пытался спасти свою жизнь. Мне просто пришлось пойти на такие меры. Но я не хотел убивать их. Ведь все они были моими друзьями. Он хрибо засмеялся. Были. Но моя рука не трогнула. Я готов убивать тех, кто испытывает ко мне ненависть. И я не сожалею о содеянном. Расскажите, вы помните о девушке, которую вы видели там же, в первый же день, когда вас доставили сюда? Вы постоянно говорили о ней. Кто она? Девушка? Но я не помню ничего ни о какой девушке. Пожалуйста, расскажите мне о ней. Это не важно. Похожее исследование всё же принесло свои плоды. Хотя их и можно назвать незначительными, это всё-таки приятное совпадение. Что ж, больше вы нам не нужны. Что это значит? Всё в порядке. Просто моя помощница очень хочет встретиться с вами. Я устрою встречу прямо сейчас. Постойте, помощница... Сакура, теперь он твой. Стойте, что вы собираетесь со мной делать? Что происходит? Хватит, пожалуйста. Моё горло, вы меня задушите. Что вы делаете? Прекратите. Остановитесь, прошу вас. Нет. Теперь пора вынести мусор. Надеюсь, следующий подопытный будет полезней. Я не хочу попробовать тратить своё свободное время с этими животными. Скоро все наши мечты исполнятся. Ещё немного, Сакура. Подожди ещё немного. Я сделаю тебя королевой. Люди такие жалкие. В наше время. Ну да ладно. И на сегодня это всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. Остались следующую историю. Она, я думаю, будет как раз про её. Вы узнаете в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok